Новую детскую поликлинику в Старом районе сдадут не раньше, чем через 3-6 месяцев. Работы на объекте должны были закончить до конца декабря этого года, но в ноябре началось отставание от графика. Общей ситуацией в строительной сфере сказалось и на стройке в Сарове. Подорожали стройматериалы, и закупить их в пределах предусмотренной контрактом цены нельзя. Для решения этого вопроса в настоящий момент документы поданы в главгосэкспертизу для прохождения ее и подтверждения новых ценностроительных материалов. Ситуация на контроле у ФМБА, еженедельные совещания с участием службы технического заказчика управления капитального строительства, представителями генподрядчиков. По состоянию на конец декабря выполнено около 70% всех работ. Завершилось строительство наружных сетей теплоэлектроснабжения, водоотведения и водоснабжения. Отстает от графика работы по фасаду, внутренней отделке, внутренним инженерным сетям, благоустройству. По окончанию строительно-монтажных работ будет необходимо провести мероприятие по получению необходимости разрешительных документов и лицензирование данного вида помощи. После этого поликлиника заработает. Что касается оборудования, то тоже часто задают вопрос. Все оборудование остается в проекте. В связи с введенными санкциями в этом году часть оборудования изменилось его наименование без изменения технических характеристик оборудования. Это касается в том числе и аппаратов КТ и МРТ. Они остаются в проекте, но будут производства других фирм. Также планируют поставить в новую поликлинику оборудование для кабинета охраны зрения, флюорограф, физиотерапевтическую аппаратуру, в том числе галлокамеру. Работу врачей детской поликлиники уже предварительно спланировали. Туда переедут все участки с поликлиники на проспекте Октябрьском и большая часть узких специалистов. Кроме того, в поликлинике, в том числе и в связи с тем, что появляется современное физиотерапевтическое оборудование, планируется развивать реабилитацию для детей. И есть идея, которую, надеюсь, мы воплотим, это открыть центр ювенильного здоровья. То есть в перспективе в новой детской поликлинике будут вести прием детский уролог-андролог, гинеколог-эндокринолог. Договоренности с врачами уже есть. Также планируется привлечь туда и детского нефролога.